Аренда легкового автомобиля планируется 101 250 рублей. Как это рассчитывается? Сколько раз в месяц, с ноября по март? Стоп. Председатель, что? Ну, я отвечаю. Значит, в прошлом году аренда была 90 тысяч. 90 тысяч бензин, это небольшая часть, и ремонт закончились 1 августа. 20 августа Дмитрия Ивановича после всех объездов во время пожара и прочего меня с массива эвакуировали на сломанном автомобиле. Объезжая в очередной раз массив, я пробил дно, у меня вытекло масло. За 4 тысячи эвакуатор вез меня на Елизарово в сервис. Я там еще 30-ку отдал. То есть, те деньги, которые были заложены, 90 тысяч, их недостаточно. Это мой личный автомобиль. Я не беру в расчет то, что я страхую, прохожу техосмотр и что-то еще делаю, понимаете? ГСМ и ремонт, эти 90 тысяч прошлогодние и эти 100 тысяч, которые в этом году заложены, они... это недостаточная сумма, это смешная сумма. Автомобиль, извините, иномарка эконом-класса Рено Логан. Запчасти дорогие. Если вы не смотрите новости и не следите за изменением цен, у нас не только сахар подорожал с гречкой, у нас подорожало все. В 19-м году бак бензина стоил 1300, там 1400, в этом году уже 2000. Извините, запчасть какая-нибудь, которая стоила 300 рублей, какой-нибудь датчик малюсенький, он уже под 700, под 800 рублей стоит. Масло. Все стоит денег. Значит, если вы не согласны с этой суммой, пишите заявление, не согласны, выносите на общее собрание, покупаем автомобиль за счет товарищества. Мне насиловать свой автомобиль для этой работы, видите, каким дорогам нам приходится? Ой. Да. Ой. Мне насиловать его очень жалко. У меня безотказная машина, по нормальным городским дорогам она безотказная. Вызовите, что у нас на массиве творится. Что у нас творится в Красном Яру, куда мне приходилось ездить, на 116-м километре по насосному оборудованию. Кротовка, Георгиевка, Кенель-Черкасса. Вы об этом не знаете? Мне тоже приходится сюда ездить, понимаете? На Некрасовскую, на Ленинградскую, везде. Сколько раз в месяц? Я не говорил, расход автомобиля где-то 7-8 литров. По массиву я заполняю полный бак, проезжаю 30 километров, легко 10 литров уйдет, потому что первая, вторая скорость, тормоз, газ, остановился, остыл. Но водители разбираются, водители разбираются, конечно, водители, да? Но это женщины, которые по такому вопросу могли бы посоветоваться с мужчинами, которые хотя бы 10 лет имеют автомобиль, хотя бы. Но они голословно считают вот так. Некоторые нехорошие девушки в чате ставят мне в доход эти деньги. Это доход. Это не доход, это обслуживание автомобиля. Причем с этой суммы из меня еще вычитают 13%. Понимаете? Несправедливо, что я свой автомобиль убиваю на благо этой же Людмилы, и непонятно, кто за ней стоит, и кто ее науськивает. Непонятно. И она не понимает, для чего и как. Мне и ночью приходится, и рано утром, и поздно вечером. И на Кенель съездить, когда мы запускаем массив, 3-4 раза приехать и ехать. И когда-то что-то срочно нужно привезти, увезти, привезти человека, увезти человека. Вот электрик у нас, 7-го, по-моему, мая, да? 7-го мая, да. Да, он отработал, все. Пришел домой, выпил крепко у чая, за руль садиться не может. А тут раз погасло, два погасло. Ну это при мне было. Дмитрий Иванович садится на свой автомобиль. Нет, я видела. Холодный. Едет в Тургеневку. Разворачивается на первой-второй скорости. Возвращается, привозит его. Тут включает трансформацию. Но женщины все это не поймут. Женщины это не поймут. Поэтому женщины, это не женская вот эта работа про машину и про электрику рассуждать. Нет, а сколько раз в месяц тоже, зачем это надо? Как это понять? Сколько раз в месяц, ноября вы ездите на массивы? Они считают, что да, что расход это вот просто бензин туда-сюда. 45 километров на массив, 45 километров с массива, 8 литров на 100 километров. Я один раз что ли должна ездить? Нет. Как здесь написано это? Ну вы поймите меня тоже. Я же не приехал на охрану и бросил машину и уехал тут же. Я же объезжаю массив, смотрю. Я заезжаю на 12 улицу, я заезжаю на 6 улицу. Когда я приезжаю на массив, я заезжаю и в покровку, и в паловку. Объясню почему. Иногда наши работники отвязывают собаку. Понимаете? Я их за это ругаю. В прошлом году они этим страдали. В этом году я на этого не делаю. Был у нас такой бывший член правления, который постоянно лоба и отвязывал. Тот бегал по деревням и, значит, это... Жалобы были. Еще раз говорю, что зона обслуживания это не город и массив. Я говорю, и на 116 километр. Ну это понятно. Давайте про офис скажем. В офисе в эти месяцы председатель бывает по вывешенному списанию 3 дня в неделю. Вы же можете уехать после того, как вы были в офисе, уехать на дачу? Не важно. Опять-таки, это вывод... Здесь же количество написано. Сколько? Написано время приема членских взносов. Понимаете? В это время я принимаю членские взносы, а в другое время я делаю другую работу. И опять дачники-путуки, что я должен находиться только в офисе. Вы не понимаете моей работы. Вы не знаете. Понимаете? Не факт, что я в это время, после того, как я принял членские взносы, в офисе или не в офисе. У меня характер работы разъездной, в том числе и зимой. Зимой это договорной период. Нужно, так сказать, заключать договора, отвозить отчеты, ездить в разные фирмы, что-то закупать, покупать. Некоторую часть расходных материалов... Ну, это понятно. Да, это им не понятно. Ну, все, давайте. Все понятно. А вот этим гражданкам, которые... Продолжение следует...